Не знаешь чем порадовать себя? Новая футболка или куртка с любимым героем? А где взять? На все майки ру! Огромный выбор принтов по любимым играм и не только. Футболки, свитшоты, толстовки с принтами игр, которые уже стали классикой. GTA, Ведьмак, Метро, World of Warcraft, CSGO и множество принтов по нашумевшим новинкам. Apex Legends, Fortnite. И это далеко не весь список. Переходи по ссылке в описании и выбирай то, что понравится тебе. А по моему промокоду Evois31 ты получишь скидку 10%. Тот факт, что серия игр Готика и Ведьмак похожи, ни для кого не секрет. Это, конечно, совершенно разные игровые миры, серии и сюжеты. Они сделаны в разное время, с разным подходом и разными людьми, поляками и немцами. Но все же в них есть очень много общего. Фэнтезийный, средневековый и магический мир, общая мрачность повествования, единый на трилогию эпичный и характерный герой, а также законченный так или иначе сюжет. Вот вам примеры. Моровинд был про исследование в безграничном мире, с глобальным сюжетом, развивающимся в веках. Фэйбл – сказочные истории про героев, спасающих мир, под наставничеством некой силы. Dragon Age – наследница своего жанра прародителя, отличающаяся от других игр взаимодействием со спутниками, некой тактичностью и отыгрышем того, кого ты создаешь сам. А вот Ведьмак и Готика были про конкретного персонажа, со своим характером и мировосприятием, а также единую конечную историю, которая шла об руку с нами на протяжении трех игр. Учитывая, что именно такой формат повествования мне нравится больше всего, то неудивительно, что кроме любимой с детства Готики, одной из лучших для меня стал и Ведьмак, когда я наконец с ним познакомился. А так как я люблю всё сравнивать, ибо это нутро нашей человеческой натуры, то сегодня мы наконец решим, что лучше – Ведьмак или Готика. Привет, странники! Моё имя Войсоребус, это просто канал об играх, а видео подготовлено при поддержке спонсоров на ютубе и сабов на твиче. Спасибо вам за поддержку, ребята! А я напоминаю, что ролики, где мы сравниваем два объекта, обычно сопровождаются простой игрой – лайк и дизлайк. Соответственно, если вам нравится серия Ведьмак, в особенности третья часть, и вы считаете её лучше Готики, то ставьте видео лайк. Если же наоборот, Готика вам ближе и выросли вместе с первыми частями её серии, а Ведьмак лично для вас похуже, то ставьте дизлайк. Насчёт лайков-дизлайков не волнуйтесь, статистики канала это не повредит. Если просто понравился ролик или нравятся обе игры, то выбирайте то, что ближе. И пишите в комментариях, что так-то вы любите обе игры, и что Ивойс очень плохо поступает, когда просит выбирать. Ну а выяснять, какая игра лучше, мы начнем с простого параметра – количество игр. Обе вселенные так или иначе насчитывают по три полноценно каноничных игры и по два больших дополнения. Для Готики – это Ночь Ворона и Отвергнутые Боги. Для Ведьмака – это Кровь и Вино, а также Каменные Сердца. Качество не сравниваем, сравниваем только количество, и тут они равны. Но Ведьмак может дополнительно похвастаться короткими сюжетными зарисовками по разным персонажам в первом Ведьмаке, двумя разными сюжетами второй части, Гвинтом и Кровной Враждой, которые расширяют вселенную. Кроме того, прямо сейчас CD Projekt Red говорят о релизе ещё одной ААА-игры, помимо Киберпанка, до конца 2021 года. Чем чёрт не шутит, это может быть новый Ведьмак. Готика же, помимо множества сюжетных неканоничных модов, имеет два отдельно стоящих друг от друга сюжета по развитию вселенной. С одной стороны Аркания, где избранный немного поехал одурманенный проклятием спящего и попытался завоевать мир. С другой – трилогия Ризен, про мир, который покинули боги благодаря стараниям безымянного Иксардаса. Оба уже неканоничны, но всё же своеобразное наследие. Кроме того, Пираньи на одном из стримов, после возвращения прав на серию, упомянули, что уже продумывают концепцию для прямого и каноничного продолжения Готики. К сожалению, всё это значит, что однозначного лидера нет. Обе вселенные по количеству вышедших игр довольно разнообразны, и обе раздумывают о продолжении, а значит, нужно смотреть немного глубже. Лор и бэкграунд вселенной. Несомненным фаворитом тут является Ведьмак. Грубо говоря, вся предыстория Готики заключается в объяснении, зачем решили поставить барьер для базовой завязки сюжета первой части. Есть война, нужно оружие, а для оружия нужна руда, поэтому барьер и заключенные. А вот, например, почему вообще орки бежали из глубоких северных земель и напали на людей, нам так и не объяснили. То есть, в Готике история подстроена под конкретного персонажа, она существует для него и без него исчезает. Это неплохо для подобной игры, но в Ведьмаке с этим гораздо лучше. Сказывается, конечно же, книжная предыстория. Тот сюжет, который раскрывается в Ведьмаке, не создан только лишь для него, он лишь часть всей истории, часть большего мира. Было сопряжение, война с эльфами, бойня с тварями, создание ведьмаков, битва с драконами, упадок ведьмаков. И только тогда появляется Геральт и его сюжет, ниточки которого тянутся к основанию вселенной. Аналогично и с финалом истории. В Готике, когда избранный садится на трон или, допустим, изгоняет богов, это всё, конец. История не подразумевает продолжение. Даже если что-то и будет, то это будет новой историей, которую как-то продлят или свяжут с завершённой. В Ведьмаке же мы лишь помогли Цири пережить проблему с дикой охотой. Сама история на этом не заканчивается. Цири всё так же связана с предназначением. Никуда не делись Авалакх, Эльфы Ольх, Белый Хлад, Король Королей и новые попытки Нильфов по захвату Севера. История Геральта окончена. Да, это так, но не история мира. Так что, вне всяких сомнений, у Ведьмака лор куда богаче. Обратная ситуация с сюжетом игр. Давайте посмотрим на примере. В первом Ведьмаке похищают секреты Школы Волка. И всю игру мы фактически занимаемся поиском похитителем и главного заказчика. Покасательно расследуя всякие заговоры, участвуя в гражданской войне и убивая в конце главного психа. Хотя я напомню, мы потеряли память. И по-хорошему, даже не знаем зачем это делаем. Довольно локальный и замкнутый сам в себя сюжет, не дающий полноценного развития для изначально задуманной трилогии. При этом, в первой Готике, казалось бы, в очень приземленном сюжете про барьер, мы сталкиваемся с всесильным и неубиваемым демоном, прислужником темного бога. Настолько мощным, что с огромным трудом изгоняем его, пока тот спал. И хотя первая Готика была закончена игрой с закрытым сюжетом, масштаб потенциальных последствий от пробуждения спящего выглядит куда более интересным, нежели история Геральта. Во втором Ведьмаке мы охотимся за Лето, который подставил нас в убийстве короля. По касательной мы доказываем свою невиновность, опять расследуем заговоры, снимаем проклятие, участвуем в войне, а в конце даже никого не убиваем, если захотим. Единственное, что нас связывает с прошлой игрой, это то, что мы все тот же Ведьмак, все тот же Геральт, который потерял и пробует восстановить память. Но во второй Готике нам рассказывают, что спящий последним воплем заставил всех прислужников Белиара готовиться к войне, а генералами армии стали драконы, существование которых никто не верил. И нам предстоит не только уничтожить всех чешуйчатых, угрожающих миру, в появлении которых виноваты отчасти мы, но и передать силу избранного темным богом своему наставнику, Ксардосу. Помню, в финале чувствовал себя использованным презервативом, типа весь удар принял я на себя, а удовольствие получил в итоге только Ксардос. Сюжет второй части, пускай и довольно банален, но является прямым продолжением первой части, и с точки зрения трилогии воспринимается куда лучше. В третьем Ведьмаке мы наконец столкнулись с чем-то важным, дикой охотой, которая стремится захватить нашу приемную дочь, дабы с ее помощью открыть портал между мирами и армией эльфов поработить людей Неверленда. Согласитесь, по сравнению с прошлыми завязками, это звучит куда более впечатляюще, но подумайте вот о чем. Если сделать так, что Геральт не потерял память, а находился просто в забвении, пока был у дикой охоты, то первые две игры можно просто забыть. Цири спасла Геральта, тот очнулся у Каэр Морхена, и не зная, что случилось между спасением Йен и его пробуждением, вместе с Весемиром идет искать чародейку. То есть, начало третьей части, тогда как в третьей готике мы играем в конкретное продолжение первых двух частей. С Ирдората отправляемся на материк, ищем Ксардаса, исследуя глаз у нашего наставника, изгоняем богов из этого мира, лишая их власти над ним. А все потому, что игры безумных братьев с потопами и призывами своих избранных лишь мешают обычным людям нормально жить. Без первых двух готик и понимания характера главного героя, такой безумный поступок объяснить просто нельзя. Я, конечно, фанат Ведьмака, и точно могу сказать, что сама проработка сюжета и его эмоциональное преподнесение у редов на голову лучше, чем у большинства в игропроме, в том числе пираний. Но базовый сюжет всей трилогии мне нравится больше у готики. Он не только последовательный, но и куда более эпичный и глобальный. Хотя, тут, конечно же, и не без личных предпочтений. Впрочем, не менее важным элементом в играх, наравне с лором и сюжетом, является непосредственно главный герой серии. Особенно в Ведьмаке и Готике. Ведь от всех ранее перечисленных игр их отличает как раз наличие бессменного в серии героя. И на первый взгляд, герой с Готики проигрывает. Все дело в том, что для игрока он не имеет прошлого. А значит, его мотивации и поступки обусловлены только тем, что есть сейчас. Ровно той ситуации, в которую мы попадаем и лично нами. По идее, такой персонаж сам по себе должен быть как бесхребетный пластилин. Меняясь только под управлением игрока в зависимости от его желаний. Но почему-то с Готикой это не работает. У персонажа все еще нет прошлого, принципов или событий, которые отметили восстановление. Но во всех вариантах диалогов я чувствую его характер. Некую изворотливость, но принципиальность. Умение принимать ситуацию и искать решения. Гибкость и целеустремленность. И это круто. Суметь из безымянного персонажа без истории сделать крутую личность многогранным характером. Именно поэтому, когда в третьей Готике его лишили важных черт, я был очень расстроен. Геральт, в отличие от безымянного, изначально крутой чувак с рождением, сын могущественной чародейки-отступницы, прошел дополнительный этап у мутаций, единственный из известных нам живых ведьмаков. В первом же рассказе выполнил заказ, от которого отказывались все другие ведьмаки. Общается с королями, спит с чародейками. И это только начало его приключений. Изгоняет всесильного демона, убивает бессмертного вампира, истребляет дикую охоту, убивает истока. Но самое главное, Белый Волк избран предназначением. И его судьба связана с маленькой девочкой, носительницей редчайшего гена старшей крови. И пока он не выполнит свое предназначение, даже смерть не посмеет забрать его. Все, что вы делаете, какие бы выборы вы не выбрали, все это выборы именно ведьмака Геральта. Так или иначе, персонаж получился очень знаковым, очень проникновенным и запоминающимся. Отличная книжная основа, шикарная визуализация. Как бы я не любил Безымянного, Геральт как персонаж, мне нравится больше. Но, что же касательно их силы. Я уже делал довольно объемный сравнительный ролик по этим двум персонажам, ссылка будет в описании. Но сюда добавлю вывод. Оба персонажа являются избранными в той или иной мере. От обоих боги и вселенная жаждет каких-то свершений, всячески помогая им их добиваться. Более-менее тут они равны. Но Геральт мутант, который не только всю свою жизнь изучал мастерство владения оружием, но и обладает искусственно увеличенной силой и ловкостью. И несмотря на то, что Безымянный к концу игр обычно становится лучшим фехтовальщиком среди себе подобных, Геральт таковым является всю жизнь. Так что тут бой условно за Белым Волком. С другой стороны, Безымянный может быть куда более искусным чародеем. То есть жалкие магические потуги в виде знаков даже среди чародеев из Неверленда считаются слишком примитивными. В арсенале Безымянного же такие заклинания, как Огненный Дождь, Волна Смерти, Армия Тьмы или Призыв Демона. Если Ноунейм успеет что-то призвать, то велика вероятность, что Геральт канет в небытие. И никакой квен от Дыхания Смерти его не спасет. Главное для Безымянного это успеть скастовать. Так что, как мне кажется, победа будет зависеть скорее не от силы, а от сторонних элементов, условий битвы, мотивации, знания противника и так далее. Так, например, Геральт сам по себе обычно стремится спасать жизни. А Безымянный вполне себе спокойно всегда рубит всех направо и налево, что дает ему шанс кастовать заклинания. С другой стороны, Геральт куда более искусный охотник. А значит выследить и нанести смертельную рану ему удобнее. Так что явного лидера нет. И номинально парни весьма равносильные. Но что же еще? Я не хочу сравнивать боевую систему игр, так как она слишком многообразна. У трилогии Ведьмака в каждой игре она была уникальна, со своими плюсами и минусами. Боевка первой, и особенно второй Готики, мне очень нравится. Но при этом в третьей она просто ужасна. Я также не хочу сравнивать графику. Понятное дело, что Готика более старая игра и уступает Ведьмаку в красоте. Стиль же у обоих игр тоже довольно сильно отличается друг от друга. Но выбрать лучше я не могу, ибо внутри своих игр он смотрится всегда атмосферно и привлекательно. И я также не буду сравнивать саундтреки. Они бесспорно невероятно шикарны для каждой из игр. Забавно, но чем больше я думаю о пунктах сравнения, тем больше я убеждаюсь, что игры схожи. Даже по картам. В первой Готике это колония. В первом Ведьмаке город и его окрестности. Во второй Готике в нашем распоряжении целый остров. А в Ведьмаке мы тоже носимся по территории государства. В третьей Готике открытый мир и несколько биомов. Так же, как и в Ведьмаке. Но вот в чем игры точно различны, так это в судьбе. Готика, будучи темной овечкой, выстрелила. И закрепила результат куда более доработанной, немного вторичной, но не менее крутой второй частью. Но в попытке прыгнуть за раз выше головы, провалилась с потрохами. Превратившись в просто неплохую игру после томпатчей для ньюфаков. Первый Ведьмак был встречен очень тепло, но узко. Шагнул вперед ко второй части, хорошо расширив свою аудиторию. И наконец к третьей, преобразившись из прекрасной гусеницы, в еще более прекрасную бабочку, взлетел и покорил игропром. Можно сколько угодно любить Готику, но серию слили. И даже вероятность выхода четвертой части маловероятно принесет такое же откровение, как первые. Можно хоть сколько не любить Ведьмака, но его вклад виден невооруженным взглядом. И продолжение сулит. Только новые вершины. Именно поэтому, по совокупности факторов и несмотря на большую любовь к безымянному, я открыто признаю, что Ведьмак лучше, чем Готика. И если говорить совсем уж откровенно, то третий Ведьмак для серии Ведьмака, это по сути та самая идеальная Готика, которую нам обещали и которую ждали все ее фанаты. Очень жаль, что этого так и не случилось. А для вас, какая игра лучше, Готика или Ведьмак? И продолжение какой части вы бы хотели увидеть раньше? Пишите свое мнение в комментариях, а на самые интересные, развернутые и необычные варианты я поставлю сердечко. Также не забывайте участвовать в нашей маленькой игре лайк-дизлайк. Если вам нравится Ведьмак больше, чем Готика, то ставьте лайк. Если Готика, а не Ведьмак, то дизлайк. Еще раз спасибо за поддержку канала и меня, как его автора спонсорской подпиской. А также за лайк, комментарий и просто подписку на канал. Ну а я не прощаюсь, хорошего настроения и еще обязательно увидимся.